Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня, и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик, так сказать, наверное, будет... Не знаю, какой получится. В общем, сегодня у нас, что, среда, наверное? Да, сегодня среда. Сказать Юрьевич сегодня работал и пришел с работы достаточно поздно. И особенных каких-то прям здесь дел, стройки уже мы не успеем, потому что уже вечереет. Но мы все равно приехали. Мы решили разобраться в коричневом домике, поскольку здесь достаточно большое количество вещей оставлено бывшими хозяями. Всяких, в общем, нужностей или ненужностей. Решили разобрать все эти коробки, которые здесь остались. Смотрите, я надеюсь, вам будет интересно. А кресло-то куда-то потащил? Подожди, надо... Пролез? А как они сюда втаскивали? Так, втаскивали. Так, подожди, подожди. Давай. И куда его? Вот туда, в уголок. А, вон туда? Ну, проходи. Что? Спасибо. Так понесешь? Так понесу. Ну вот, хотел помочь. Пока Станислав Юрьевич мебель двигает, нужно разобрать вещи, которые здесь остались. Здесь много хороших вещей осталось. Но, к сожалению, с размером не моим, скажем так. Поэтому часть вещей я сейчас фотографирую, размещаю в нашем местном магазине, типа как отдам даром. Ну, часть вещей, в которые я могу влезть, оставляю себе. Ну, а часть вещей я раздам по знакомым. Ну, происходит примерно вот так. Берем вещь. На размере было написано 54-56, должна влезть. Пробуем. Вот. Влезла. Все, значит, эта курточка остается у меня. И так с каждой вещью. Помимо одежды, здесь еще есть вот такие сумки. Как женские, так и мужские. Сумки пустые, но, в принципе, все, смотрите, в хорошем состоянии даже есть. Стас там коробки рвет. В печку. Даже ручки в хорошем состоянии. Вроде такие неплохие сумочки симпатичные. Конечно, помимо одежды, здесь еще столько разных, много всяких вещей. Например, воздушный змей. Абсолютно новый. Но у нас нет для него веревочки. Надо принять здесь дома веревочку. И наших воздушных змеев. Закладка, смотрите, симпатичная какая, с воздушными шарами. Это тени. Сто лет назад просроченные. Полю говорила их оставить, не выбрасывать. Сказала, клятвенно обещала кукол красить. Но не себя. Сколько срок годности недавно закончен. Новые эти штучки. Да, для краски, для нанесения. Станислав Юрьевич нашел журнал «Юность». С 1973 года. Много текста, мало картинок. Проза, поэзия, стихи. Весна художника. 1973 год. Я почему-то всегда, когда книги смотрю, смотрю их с обратной стороны. Свадебное путешествие, какая-то часть вторая. Обман. Альберт Лиханов. Варлам, правильно, Шарламов. Я поставил цель простую. Шелестеть, как листопад. Пусть частично в холостую, но угад и не в попад. Я такой задался целью, беспрерывно шелестеть, шелестеть ледяной метелью, ледяные песни петь. Так, в общем, он хотел сжечь ее в печке, я у него отобрала. Я не хотел сжечь ее в печке, я тебе ее сразу отдам. Ладно, ладно, отдам. Около печки. С меня я встречу, как-то почитаю, о чем писали 30-50 лет назад. В процессе разборки обнаружили две мужские сумки. Такие. Ну, через плечо. Ну, оставлю, может, Стас сносит или Демка. Все эти передвижения мебели с одной целью. Ну, во-первых, надо пол помыть. А то мне часто в комментариях пишут разные зрители. Вот, что-то разную ерунду снимаешь, по сараем шаришься, лучше бы полы помыло. Вот, пришло время быть полы, будем мыть. И поскольку пол достаточно холодный, деревянный, у нас остался еще ковер. Ковролин с маминой дачи. Часть ковролина мы летом стелили, ну, осенью стелили в наш домик, в котором мы сейчас живем. Кто этот ролик не видел, посмотрите, ссылочку оставлю вот здесь и внизу в описании. Про ковер в самолет. Вот. У нас еще осталась часть ковролина. Мы решили застелить здесь его, потому что Белагею Станиславовну заставить ходить в тапочках практически невозможно. Да и я сама не люблю обувь дома и всегда хожу босиком. Все будет потеплее. Поэтому остаток ковролина, который у нас там лежал и ждал, приехал сюда. И сейчас мы планируем его здесь, у нас пошел за рулеткой его мерить, размеры. Будем стелить сюда. Пока он там ходит за рулеткой, разбирается с размерами, давайте я вам покажу, так сказать, живопись. Вон три. Кто? Сколько там длинных. Картина номер раз. Картина настоящая, написанная, не напечатанная настоящими красками. Такая прельефная. Деревенский дом, забор, деревья. Погода, как всегда у нас зимой, да, такая тучи такие серые. Снежок, который... Есть у меня такое впечатление, что через десяток-двадцаток лет будем мы снежок видеть только на картинах. Здесь сделана тень, смотрите, падающая дерева, как будто стоит здесь за кадром, за картиной. Красота! Написано 2008 год. Мой. Мои или мой. Не знаю. Такая живопись. Картина номер два. Пионы. И... Забыл, как называется. Это желтенькие такие. Ну, дикие. Цветочки желтенькие забыл, как называется. Тоже не напечатанная, а написанная картина. Красками. Букет такой. Розовые пионы. Ну, это, наверное, тоже пионы подразумевались, белые. Какая красота. Вариант номер три. Девушка с виноградом. Но здесь она за стеклом. За стеклом. И я так всматривалась, всматривалась, и мне кажется, что она напечатанная на принтере. Потому что я не вижу вот этого вот рельефа от краски, когда мазке остается такой хомить и неровности. Она полностью ровная, скорее всего, напечатанная на принтере. Причем в таких очень пастельных тонах. Возможно, может быть, это какая-то знаменитая картина. Я и не в курсе. В общем, друзья мои, кто знает, напишите в комментариях. Может, кто-нибудь и знает, что это за картина такая. Но она не написана рукой мастера, а напечатана. Пошел Стас за ножом. Ковролин у нас, оказывается, углом вырезан. Вот этот кусок обрежем. Там еще есть небольшой ковер. Постелим в эту сторону. Ну, вот так, давай. Вот так, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Ну давай вот туда поставим этот диван Пока Ну давай Ну сейчас там помоем Ну сейчас И диван перевернем, а потом здесь помоем Так друзья, что у нас получилось После небольшой перестановки Мебель мы немножко переставили Пока это временно Постелили наш ковер Ковер оказался коротковат Нашли еще небольшой ковер Диван в принципе Димьян может спать Димьян вообще планирует занять второй этаж Но второй этаж пока не утеплен И в этом году навряд ли до него руки дойдут Поэтому зимовать ему как он не хочет По-любому с нами здесь внизу скорее всего Посмотрим В общем случае диван, кровать и кушетка Ну такая, для поля подойдет Теперь у нас стоит большой вопрос Поскольку у нас Своей мебели тоже достаточно большое количество Во-первых, у нас есть огромный шкаф 2,70 длиной Который сюда по-любому нужно привезти Куда-то ставить Ибо здесь шкафов нет Одна маленькая колонка Естественно, нам на четверых Здесь вещи положить просто некуда В общем, мы пока в раздумьях Как нам так поместить всех И шкаф сверху А также у Димьяна есть Кровать со шкафом тоже Пока непонятно куда ставить Вот сюда 2,70 не влазит никак В общем, мы пока все в раздумьях В любом случае, это не сегодня, не завтра На сегодня наша перестановка И разбор полетов, так сказать В этом помещении окончен Эта же комната с другой стороны Печка, дровница Ой, надо на место поднять дровница Зеркало и шкаф А вон я в зеркале, привет Блок Продолжение следует...